Пунктир залибованный или с паузой? Совершенно разные вещи. Если мы вспомним фантазию. Здесь пишет пунктир залибованный, то есть с точкой. А здесь с паузой. А перед этим не нужно. А на что это влияет? Кстати, что это за запись какая-то? Скажите, Шопен написал с точкой, а потом написал шестнадцатую паузу. Что это? На что это повлияло? Вот мы говорим дыхание и ничего не означает. Никакого дыхания. Дыхание это ни о чем не говорит. Во-первых, никому дыхания нет. Ну хорошо, дыхание муки. А на что это повлияло? И не на артикуляцию, потому что я педаль не снял. Есть совершенно конкретные параметры, на что это повлияло и ради чего. И почему Шопен различал. Время. Да нет, время. Это дополнительное микровремя. Это управление ри. Это афогика. В тот момент, когда он пишет паузу, я понимаю руку. Чуть-чуть время увеличивается. Это именно тонкое различие временных отношений. Ни дыхания, ни артикуляции, ничего. Потому что это все делается на одной педали, что принципиально важно. А вот микровремя, которое возникает, это дыхание. Это дыхание, не просто чтобы изобразить дыхание, а чтобы микровремя дополнительное перед следующим 16 лет. Это композиционный уровень? Конечно. Это композиционный уровень. То есть ему было важно различить. В микровремя это один способ записывать афоги. Кстати, о том, как он записывал афоги, мы сейчас еще вернемся, что касается Шопена. Может быть сейчас мы прямо к Шопену перейдем. Я просто хочу обратить ваше внимание, что вот эти лиги, которые я вам начал проводить в Бахе, потом специально пришел в Мотер, который показал, что 90% лиг Моцерта именно такие, 10% другие. Но 90% тех лиг, которые писал Моцер во всех своих причинениях, это лиги вот эти. Это так называемые, потому что я назвал в своей работе парадоксальной лигой. То есть лига, которая перекрывает хореическим образом, перекрывает затапную мотиву. И на этом противоречии все строится. И поэтому, на самом деле, это именно парадоксальная лига, а не хореическая. Вот выход из них активный, это конкретное, этому нужно учиться. Это такое тонкое движение, которое должно быть заметно. То есть, другими словами, это такой тонкий прием, что если сделать его заметным, прием умирает. Вообще прием, если он заметен, это неправильный прием. Из-за того, что я вам играю, почти ничего не понятно, как я это делаю, пока я вам не объяснил. Правильно? Потому что это все скрыто под основным расследованием. Но из этого не было ничего, не было тонкости ткани. Умение пользоваться микро-лигами, как я уже сказал, по мнению гипотези, вообще основное движение тройняка. Но это уже предмет для такого нашего разговора. Тройняка. Тройняка.